Михаила Пуговкина можно по праву назвать королем комедии. Он прожил долгую, яркую и насыщенную событиями жизнь, сыграл более чем в ста фильмах, завоевал всенародную популярность и признание. Но на его долю выпало немало испытаний. Сегодня мы расскажем о несмешной жизни комедийного актера. Не все знают, например, что у Пуговкина на самом деле только три класса образования. И сначала он стал актером без специального образования, а уж потом поступил в школу-студию Примхати. В его личной жизни было три семейных союза, три любимых женщины. Одну он увел у Баталова, вторую увел из семьи, где было две взрослых дочери, а с третьей он прожил уже до последних своих дней. Еще в студенческие годы цыганка нагадала ему, что жениться он будет трижды. Что его очень удивило, и запомнил он это на всю жизнь. Но обо всех событиях по порядку. Михаил Пуговкин родился в маленькой деревушке Костромской области в 1923 году в многодетной семье. Отец и мать его трудились на сельской неве. Михаил очень рано стал помощником им в полях, где трудились и старшие братья. Приносил им обеды, а дома смотрел за хозяйство. Семья жила довольно бедно, но не беднее, чем остальные в то время. Ближайшая школа находилась за десятки километров. Поэтому бывал там будущий актер нечасто и закончил только три класса. И несмотря на все тяготы детских лет, Миша все-таки рос очень жизнерадостным, веселым мальчишкой, любил петь частушки и плясать. Односельчане еще тогда подшучивали над ним, что он точно станет большим артистом. Так и случилось впоследствии. А когда Пуговкину было 10 лет, он с ребятами поехал в ближайший поселок в Дом культуры, где, как тогда говорили, крутили кино. И впервые увидев фильм, история только умалчивает, какой именно Михаил был невероятно поражен увиденным. Он сразу же сказал друзьям, что непременно станет актером. Но те тогда над ним только посмеялись, а путь к актерству действительно оказался тернистым. Сначала Пуговкин попадает в столицу. Потребовался переезд, так как его маме нужна была операция, а делали ее только в Москве. И столица, надо сказать, вполне радушно приняла будущего короля комедии. На тот момент ему было чуть больше 13 лет. Поселились они у родственницы в коммуналке, которая их радушно приняла. Жили в тесноте, да не в обиде. Пуговкин их было так много, что спали они просто на полу. Михаил прибавил себе пару лет и смог устроиться на тормозной завод учеником-электромонтером. Зарплата у него была тогда достаточно приличной по тем меркам. Он смог помогать всем родственникам. И попутно решил осуществить свою давнюю мечту – стать актером. И для этого записался в заводской драматический кружок, который посещал с большим рвением и удовольствием. Ему повезло в 17 лет сняться в массовке одного фильма. А в 1943 году он впервые вышел на подмостке Московского театра драмы и сразу с главной ролью в постановке «Москвичи». О роли он узнал всего за неделю, текст учил днями и ночами, но справился просто великолепно. Но это все было потом, после ранения. Сначала грянула война. Отец и братья ушли на фронт. Михаил Пуговкин тоже отправился служить разведчиком в стрелковый полк. В 1942 году получил серьезное ранение в ногу. Ранение было настолько серьезным, что развелась гангрена. И врачи уже собирались ампутировать ногу, как вдруг Сталин издал указ, чтобы операций в военных госпиталях было меньше. Тогда ногу решили лечить. И Пуговкину на самом деле повезло, что ногу все-таки вылечили и не ампутировали. Но ранение будет всю жизнь давать о себе знать. В это время его мама, чтобы прокормить всю семью, а она продолжала жить у родственницы, была вынуждена воровать пирожки в пекарне, где работала. Кто-то, конечно же, на нее донес. Мама попала за решетку, а Пуговкин решился написать письмо самому Сталину, где рассказал о тяжелом семейном положении. И мать помиловали тогда и выпустили на свободу. В Великую Отечественную войну погибли все братья и отец артиста. Тяжелое время печально сказалось на всей семье. В 43-м Пуговкин решился получить высшее образование и нацелился на МХАТ со своими тремя классами образования. Приемную комиссию он сразил на повал. Они прониклись к нему невероятной любовью. А в графе о среднем образовании написали «Аттестат утерян во время войны». Его зачислили, но уже скоро и сам Пуговкин осознал, что ему попросту не хватает знаний. Он кое-как доучился до второго курса и не смог сдать ряд предметов. И за низкую успеваемость его отчислили из училища. Но следом пришла повестка о прохождении воинской службы. Его направили в танковское танковое училище. И там он тоже смог себя реализовать. Стал руководителем кружка самодеятельности при училище. А в победном 45-м его исключили, чтобы он смог вернуться в школу-студию при МХАТе и продолжить учебу. Став наконец дипломированным актером, Михаил Пуговкин уехал сначала в Мурманск, где выходил на сцену театра. Затем в Вильнюс. И только потом дороги судьбы привели его снова в столицу, которая всегда так благосклонна была к актеру. В 1950 году наступила новая веха в творческой биографии артиста. Первой значимой ролью считается образ матроса Захара Пёрышкина из комедии «Солдат Иван Бровкин». В кадре актер смотрелся настолько уверенно, что казалось это уже энная по счету его роль. И тогда, надо сказать по секрету, съемки были непростыми. Уже наступила осень, плыть приходилось в ледяной воде, но вида Пуговкин не показывал, а ассистенты режиссера подкрашивали краской пожилшую траву на берегу в зеленый цвет. Нельзя обойти стороной и легендарную комедию «Свадьба в Малиновке», где Михаил Пуговкин сыграл настолько выразительно и ярко, что зритель смотрел и до сих пор смотрит с большим удовольствием этот фильм. Причем режиссер Андрей Тутышкин сразу выбрал исполнителя образа и поручил ассистентке его разыскать. Впрочем, та отчего-то не взлюбила Пуговкина и в течение месяца делала вид, что не может найти артиста. Обман в скорости раскрылся, и Тутышкин сам лично позвонил Пуговкину и буквально за день до начала съемок пригласил в проект. Очень много Пуговкин снимался и у Гайдая. Режиссер хорошо относился к исполнителю и часто звал свои фильмы. Немало Пуговкин сыграл и сказочных героев. Любая роль, даже роль второго плана у него получалась настолько яркой, при этом ему не нужно было много говорить в кадре. Но почему-то феноменальным образом ему удавалось затмить, сам того не желая, даже главного героя картины. Талант есть талант. О творческой биографии Михаила Пуговкина можно говорить много и долго. Она у него насыщенная, как ни у кого другого. И найдутся наверняка интересные факты со съемок того или иного фильма. Но все-таки стоит сказать и о личной жизни актера. Она у него тоже довольно интересная. Первой женой его стала однокурсница Надежда Надеждина. За ней многие ухаживали на курсе, в том числе и Алексей Баталов. Они даже начинали встречаться. Но внимание девушки смог завоевать именно Пуговкин. Они сыграли свадьбу в 47-м году и в том же году у них родилась дочь Елена, единственная дочь Пуговкина. Вместе супруги прожили 12 лет, но в итоге расстались. Что стало причиной, в источниках ничего не значится по этому поводу. Вероятно, могли отношения себя попросту и жить. Вот и все. В 70-м году дочь Елена подарила внука знаменитому отцу, которого нарекли в честь деда Михаилом. Холостым Пуговкин оставался недолго. Второй супругой актера стала эстрадная певица Александра Лукьянченко. Она была несвободна, но обаяние Пуговкина сделало свое дело. Артистка оставила семью и даже карьеру. Ее муж был у нее аккомпаниатором, причем ее уже взрослые на тот момент дочери не поняли мать. Но в итоге супруги прожили целых 30 лет в мире любви и согласии. До момента, когда в 91-м году Пуговкин не овдовел. Он очень тяжело переживал уход супруги. Сам находился уже в довольно преклонном возрасте. 30 лет – это все-таки большой этап жизни. Поэтому актер не представлял своего будущего в одиночестве. Тогда он решается на переезд в Крым, в Ялту. Этот город запал ему в душу и сердце еще в молодые годы. Таким образом, актер решил отвлечь себя от плохих мыслей, с которыми он ложился и просыпался. В том же 91-м году как-то так сложилось, что судьба свела знаменитого актера с Ириной Лавровой. Вернее, они давно знали друг о друге, она была администратором «Союзконцерта» и всегда предлагала сотрудничать Пуговкину. Но тот не мог изменить обществу знания, где билеты стоили по 80 копеек, в то время как у Ирины по 5 или 10 рублей. Так постепенно между ними стал завязываться любовный роман. Пуговкин словно бы ожил, он снова начал активно работать и много сниматься. Вот так избылись предсказания цыганки, в которые когда-то не желал верить артист. Пара обосновалась в Ялте и в 1997 году Пуговкин получает украинское гражданство. Но потом они все-таки перебираются в Москву из-за состояния здоровья артиста. Вместе супруги прожили до конца дней Михаила Пуговкина. В последние годы актер тяжело болел. У него был сахарный диабет, астма и стенокардия. Вскоре после 85-летнего юбилея актер перенес еще и инфаркт, после чего отказался лечь в больницу. Состояние его здоровья стремительно ухудшалось, возраст все-таки накладывал свой отпечаток. И в 2008 году сердце Михаила Пуговкина остановилось. Вскоре после его смерти начались разбирательства между наследниками. Оказалось, что тогдашний губернатор Московской области за заслуги перед Отечеством подарил актеру участок 15 соток в элитном дачном поселке. А его жена продала, и четыре квартиры актера были оформлены на жену Пуговкина. Это не понравилось единственной дочери Елене и внуку. Но, увы, в источниках нет информации, насколько близкие или наоборот неблизкие были отношения у них с отцом и дедом на протяжении всей жизни. Поэтому судить довольно сложно. А единственный внук, к слову говоря, является полной копией Михаила Пуговкина. Внешне носит имя в честь деда и даже похож с ним голосом, что вообще редкость. Причем кое-кто даже высказали, что внук вполне бы мог заменить деда в кино. И далеко не все бы поклонники смогли увидеть разницу. Но внук Михаил решил не идти стопами деда. Всю свою жизнь он занимается фотографией и стал корреспондентом СМИ. Зрители привыкли видеть Михаила Пуговкина на экране неунывающим и задорным, хотя часто подобные роли давались ему ох как нелегко. Например, в фильме «Свадьба в Малиновке» ему нужно было лихо отплясывать. Танец, названный в комедии «В ту степь» на экране длился всего минуту, а разучивался полтора месяца. Пуговкин так плясал, что никто из съемочной площадки и подумать не смог о тяжелом фронтовом ранении. На съемках нередко случались и ситуации, которые стоили и душевных сил, и даже здоровья артисту. Так, например, во время работы над фильмом «Спортлото-82» Пуговкин сильно обжегся. Жена в гостинице случайно опрокинула на него кастрюлю с кипятком. Актер стал ходить с тросточкой и просил уже замены у режиссера, а вся алушта приносила любимому актеру облепиховое масло. Вот что значит настоящая народная любовь. Субтитры создавал DimaTorzok